Публика нас с вами ожидает три раунда смешанных боевых единоборств в полутяжелом весе. И я представляю вам участников и первым бойца, который выйдет на центр из синего угла. Ему 28. Его официальный вес 93,2 килограмма при росте 182 сантиметра. Его профессиональный рекорд одна победа. Он призер чемпионата Кыргызстана по боевому самбо. Чемпион Ожской области по рукопашному бою. Представляющий клубы Аль-Мукар и Асмади из Кыргызстана. Кадыр Курстанулулул. Его соперник, он напротив, выйдет на поединок из красного угла. Ему 25. Его официальный вес 92,3 килограмма при росте 187 сантиметров. Его профессиональный рекорд одна победа. Он мастер спорта международного класса по рукопашному бою. Чемпион России. Победитель Кубка мира по рукопашному бою. Призер чемпионата России по смешанным единоборствам бронзового достоинства. Представляющий клуб «Металлург» город Киров Владислав Фокин. Рефери поединка Манап Копдеев. Судьи готовы? Боясь готов. Боясь готов. Первый раунд. Хайк! Так, друзья, команда к началу первого раунда. Владислав Фокин и Кадыр Курстанулулул. Владислав начинает давить. Но мы знаем, что Кадыр очень хорошо контратакует. Может взорваться. Хорошая серия руками. Заходят удары у Владислава. Здорово встречает Владислав. Не отдает ноги Владислав. Не позволяет Кадыров наносить удары по бедрам. Стал тянуть на себя сейчас. Да, и пытается раздергать. Сейчас тоже ушел на дистанцию Фокин. Хорошо поджимает. Здорово запирает к сетке. Резкий удар в противоход от Фокина. И при этом не врывается сразу же в атаку. Пока размениваются одиночными. Но тем не менее даже за счет давления Владислав уже поджал соперника ближе к сетке. Лишает его возможности маневрировать. Опять хайкик. Вот с той же самой ноги. В чем такой невидимый? Да, да, да. Очень быстро бьет. Хорошая ручная скорость. Хорошая техника ударов ногами у Владислава. Кадыр отстреливается силовыми одиночными ударами. И справа, и слева. Но пока это приносит ему не так много дивидендов. Очень качественно поджимает Владислав, конечно, напрягает соперника. Все время нависает, над ним заставляет вот так выбрасываться. Четкая защита. Пробует разные варианты Кадыр, но пока мало что получается. Очень неплохие джебы. Быстрые у Владислава. По скорости, как мы видим, Кадыр не успевает за своим соперником. Есть ощущение такое, что Владислав просто потехничнее, лучше обучен. Попытка пробить с дальней ноги в голову. Очень опасно. Хорошо цепляет оппонента опять передней рукой Владислав. Но там хай-хик был без подготовки, поэтому Кадыр успел на него среагировать. В отличие от ударов передней ногой. И опять уходит на центр сейчас Покин. Очень осторожно и выверенно действует пока что Владислав. Не форсируя события. Хорошо ногой по туловищу. Мне кажется, еще Владислав маловато бьет по ногам. Мне кажется, что эти удары у него вполне тоже могли бы пройти. Но здесь есть ошибка у Кадыра. Он уходит на дистанцию по прямой. Соответственно, рано или поздно его просто Владислав догонит. Тем более мы уже это несколько раз видели. Вот сейчас, кстати, хорошее смещение в сторону. Очень спокойно блокирует правую руку соперника Владислава. Но пока без контратак. О, руки на месте были сейчас у Кадыра. Но выглядело это вполне себе опасно. Да, в стойке очень хорош Владислав. Пока что есть попадание. Еще раз ногой добавляет. Две минуты. Еще сражаться в первом раунде. И опять на опережение работает сейчас Владислав. Ну вот постепенно осваивается Кадыр. Начинает работать посмелее. Неплохой лоу-кик от представителя Киргизии. Очень много действий подготовительных. Много пауз между ударами. И напомним, что... Ух, какой хороший. Прямо рядом с головой бахнул сейчас Владислав. И надо, конечно, здесь внимательнее быть Кадыру. Но успел среагировать. Надо отдать должное. Убрал голову. И опять мощный лоу-кик. Да, ведут по времени Владислава. Мы напомним, что поединок у нас по ММА. Но пока все исключительно в стойке. С хорошими разменами. Вот так с колена стартовался чем раз Кадыр. Да, но еще раз подчеркнем, что одна победа у Кадыра от удара коленом с разножки есть в прыжке. Так почему бы не попробовать этот прием применить вновь? Ну вот как раз и попытка разножки была. Но без подготовки здесь уже Кокин успел среагировать. Просто ушел на дистанцию. И опять очень грамотная работа на ногах. Справа направо разменивались довольно опасно. Фронт кик хороший. Да, по туловищу. Таким ударом по корпусу вообще нокаутировать можно. Мы это знаем. И мы это видели. Вспомните бои, например, Александра Волкова хотя бы. Вот, ты говорил, как раз не хватало лоу-киков. Вот они и включились, эти лоу-кики, стороны Владислава. Удары по ногам должны замедлить Кадыра. Должны заставить его просесть функционально. И пока что Владислав все для этого и делает. Очень размеренно, четко, без лишних движений. Владислав действует в первом раунде. Пока все. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Объединенная активическая компания «Уралгив» и «Уралгив» и «Уралгив» и «Уралгив» – ведущие производители и экспортеры из азотных, публиксных, пулькалиев и водоприятий. Производственные мощности, которые используются на нескольких регионах России, в своей деятельности. Компании придерживаются принципам социальной ответственности и активно развивают проекты, направленные на популяризацию от спорта и старого производства России. АПЛОДИСМЕНТЫ Играет музыка. Играет музыка. Кадыр пытается найти свой момент для входа, но мы видим, да, попытка забороться, очень четко ее пресекает Владислав, жестко встречает с передней руки. А скорость-то возросла. Да. И темп возрос. Пошел прессинговать, хорошо попадает под корпус Ухоки. Выпала Крапа, сейчас нужно ее вернуть на место. Хорошее попадание в исполнении Владислава. Смотрим дальше. Перешел на повышенную передачу сейчас. И опять вот отбивает корпус ногами. Причем готовит удар руками, да, заставляет защиту подняться и туда тут же направляет свой кик. Попадание пальцем в глаз произошло. Неприятный момент. Тоже нужно дать спортсмену восстановиться, но показывает, что, в принципе, нормально, только, да, действительно, чуть-чуть времени нужно продолжать готов. Надо проморгаться сейчас Кадырум. Врача можно? Ох, все-таки врача вызывают. Ну вот. А так хорошо все начиналось. Да, не хотелось бы, конечно, чтобы этот бой завершился по травме. Вот смотрим момент. Ну, здесь действительно не сжал кулак Владислав. И получилось, что выбросил руку навстречу и Кадыр наткнулся. Нет, все в порядке, да. Врач дает разрешение. И я так понимаю, что время Кадыру пошло тоже на пользу. Смотрим далее. Болельщики оживились. Поддерживают они Владислава Фокина. Да, на руках, конечно, Фокин очень хорош в этой работе. Хорошее чувство дистанции. И момента. Да, тайминг также Владислава очень-очень приличный. По туловищу попытка атаковать от Кадыра. Ну, там еще боковой сразу влетел от Владислава. Пожалуйста, лоу-кик. То есть очень умело и своевременно меняет уровни своих атак Владислав. Хотя, тем не менее, сейчас пропустил. Пару боковых от Кадыра пошел отквитаться. Очень опять плотный хлесткий удар с ноги по туловищу заводит Владислав. Но и требует большего давления. Здорово подхватывает атаку Владислав. Опять попытка броситься навстречу колену в прыжке от Кадыра. Но почему-то он именно бросается. Он не готовит эту атаку. Не тянет соперника на себя. Грамотно избегает борьбы Владислав. Как не пытается Кадыр туда соперника затащить. Все мимо, все не то. Двоечка. Еще раз попадает передней рукой Владислав. Очень хлестко. И теперь уже, возможно, попытается Кадыр запереть Владислава у канатов. Ну, у сетки, я не знаю. Но пока джебами вот так вот Владислав, спокойненько набрасывая эти джебы, выходит опять на центр клетки. Плотно, жестко пробивает в ногу Владислав. Но выдерживает пока эти удары Кадыр. Такое ощущение, что Кадыр чуть-чуть задышал. Ну, пропустив столько ударов, это, в общем, не мудрено. По корпусу, да, много было. Ну, и, кстати, Кадыр, нет-нет, да и соперник на лицо. Ну, вот сейчас, да. В общем-то, кровотечение из носа у Владислава довольно приличное. Ну, вот нашел свою дистанцию. Кадыр Курстан. И уже такое достаточно серьезное давление оказывает он на соперника. Уже не так легко получается защищать себя у Владислава. Есть там, кстати, и рассечение под левым глазом, потекло. Ну, и хороший ответ, тем не менее, от Кокина. Чтоб тоже качественный корпус, голова. Ну, да, но Кадыр молодец. Вот хорошо сейчас попадает справа, действительно пристрелялся. И опять, и снизу долетел удар. Как-то начал пропускать удары Владислав все чаще и чаще. Разладилось дело у него в защите. И, конечно, Кадыр, воодушевившись этим, идет вперед. И опять через удар снизу. Хорошо. Сокращает дистанцию Кадыр и опять пробивает. Да, в данном случае Кадыр, не мудрство и лукаво, просто идет на «вы». Действует достаточно прямолинейно и открыто, но... Но это стало срабатывать. Да, это приносит ему успех. Левый на скачке, снова попытка пробить снизу. Пытается из движения еще атаковать Владислав, но концовка, вторая даже половина этого раунда не очень удачная для него. И есть все-таки подхват, перевоз в партер, быстро Фокин скакивает на ноги. Но раунд Владислав отдает, мне кажется. Ну, тут вопрос по первой половине. Но вторая половина, да, однозначно, она за Кадыром. Явно, да, да, там и урон, и попадание, и в принципе... И прессинг, контроль клетки, здесь все. Десять секунд до конца раунда, надо Владиславу потерпеть. Стал он так уже откровенно смещаться, откровенно отходить. И здесь, да, я соглашусь, но, скорее всего, по раундам 1-1. И здесь, да, я соглашусь. И здесь, да, я соглашусь. Итак, друзья, все готово к старту раунда под номером 3. Перерыв закончен. Ну и очень любопытно, как будут развиваться события. Какие коррективы внесет Владислав, и как сможет развить свой успех Кадыр? Да, потому что раунд вполне возможно, что решающий сейчас. Вот, да, кто-то поддерживает Владислава. Левый на скачке. Владислав начинает работать первым номером. Атака в ногу. Еще раз, но контрит очень жестко. Кадыр. Причем классическая контратака под лоу-кик. Удар свободной рукой в голову. Ну и говорят сейчас Владиславу, чтобы он не мудрил, чтобы он не использовал удары с разворота. Но, может быть, такое движение застанет соперника врасплох. И будет каким-то решающим. Тут, наверное, надо сбивать именно дистанцию Кадыру для Владислава. Кадыру, естественно, нужно действовать как действовал, потому что он, наконец-таки, нашел свое расстояние, свои углы атаки. И тут ключевой вопрос, сможет ли Владислав также взвинтить темп, как он это сделал на старте предыдущего раунда. Так что, слышим команду из угла Кадыра, чтобы тот продолжал действовать апперкотом. В предыдущем раунде этот удар очень хорошо получался у киргизского спортсмена. Стало больше пауз возникать, больше подготовительных движений. Такое ощущение, что Кадыр сейчас выцеливает просто. Да, ждет момента. Вот сильнейший справа. Попытка атаковать снова была в исполнении Кадыра. Пытается он оттеснить соперника к сетке. Много двигается Владислав, но без ударов. Да, и сейчас такой получается... О, да-да, отгоняет все-таки он своего соперника. Вот до этого получалось переворот сделал Кадыр, потому что в первом раунде Владислав действовал очень плотно и поджимал соперника к сетке. Здесь сейчас в третьем именно боец из синего угла делает то же самое. Хорошо опять режет пространство своему оппоненту Кадыр. Но мы видим все равно, чувствует вот это самое пространство клетки. Владислав находит себе варианты, находит возможности для отхода. Но вот с такой тактикой рассчитывать на победу, наверное, будет трудно. Нет, здесь без попаданий, конечно. Здесь нужно наносить ущерб, причем ущерб довольно серьезный своему сопернику. Просто через защиту, через уклоны и смещение не сработает. Раунд не заберешь. Хорош фронткик от Владислава. Неплохо контратаковал, но тут же, тут же все забирает себе Кадыр вот этой серии попаданиями справа. Владислав в разы меньше стал бить. Да, согласен. И как раз вот этот недостаток количества ударов может негативно сказаться в итоге на судейском решении. Потому что, да, он не пропускает, в общем-то. Он неплохо себя защищает. Но ударов-то, в сравнении, и хорошая атака была в исполнении Кадыра Курстанбека. Нет, сейчас сорванулся Кадыр вперед. Здесь попробовал подхватить Владислав его атаку, но дальше, видимо, сил уже не хватило. Пытается иногда размениваться, такое ощущение, боец из Курстана. И нет, нет, здесь без подготовки попытка пройти не получилась. Вот хорошо, вот сейчас я добавил. Неплохо попадает Владислав, но это не останавливает Кадыра, у которого плюс еще ко всему очень хороший держак. Крепкая голова, он пропускает удары, но при этом это его не останавливает. Хорошо ногой по туловищу. Сам идет бороться Владислав. Перевод ему очень нужен был бы. Не получилось, да. Кадыр хорошо защищался от прохода. Отличный джеб. Двигается из стороны в сторону Владислав, пытаясь запутать соперника. Ну и так достаточно спокойно, в целом, где-то перебил, передавил Кадыр своего соперника в этих эпизодах. Опять продолжает кружить Владислав Покин, но без удара. Да, говорим мы в унисон, но это действительно важно. И хорошая атака в исполнении Кадыра. И приглашает Кадыр оппонента подраться в конце боя, поразмениваться. Но, по ходу, Владислав не горит желанием этого делать. Но, тем не менее, вот в самой-самой концовке все-таки бросается вперед Владислав Покин. Оформляет перевод, но времени уже не хватило ни на что. Да, любопытно, что сейчас скажут нам граждане-судьи. Я не удивлюсь, если отдадут в синий угол. Но есть ощущение, что, возможно, действительно первый раунд Кадыр проиграл, второй забрал и третий тоже. И директор пол-IT «Уралгалий» Валерий Покин. Валерий Покин. Итак, слушаем. Олег Невежин нам сейчас все расскажет. Как на духу. Уважаемая республика, в этом поединке после трех раундов смешанных боевых единоборств, пройдя всю дистанцию, единогласным решением судейской бригады победу одержал Владислав Покин. Но, видимо, убедил все-таки Владислав Покин. Субтитры создавал DimaTorzok.